Ребят, всем привет! Вы на канале Страсти по банкам. Меня зовут Катя. И сегодня мы будем обсуждать мифы, которые мне последнее время доводилось слышать от продавцов косметики, врачей и косметологов. И так не будем затягивать и поехали! Первый миф, который я услышала совсем недавно и последнее время слышу все чаще и чаще от врачей, что ваша косметика никуда все равно не проникает и смысла вообще пользоваться ей нет. И вы вообще тут все обманываете народ. Услышала я это от... У меня есть подруга-онколог, у нее есть, соответственно, подруга-педиатр. Вот от этой подруги-педиатра последний раз. То есть до этого я как-то слышала такое мнение у врачей. Именно не дерматологов, не дерматокосметологов, а именно у врачей общих специальностей о том, что вот так и так. Но когда я услышала уже непосредственно от людей, близких к моему окружению, я решила, что что-то здесь действительно, наверное, нужно обсудить. И если бы еще 15 лет назад мы услышали такое утверждение, наверное, я бы еще могла с этим согласиться, потому что тогда еще не было таких слов, как липособы, наночастицы. То есть можно было еще предположить, что косметика только работает в орговом слое и так далее. Но сейчас, когда уже липосомированный ретинол настолько распространен среди производителей, и наночастицы, и, в общем, упаковка активов уже все более распространена, даже среди бюджетных брендов. Ну, в общем, странно слышать такие заявления, потому что уже давно и протестировано, и понятно, что косметика не только может проникать сквозь роговой слой, но и доходить до живых слоев, и до дерма доходить. В общем, наверное, мне так кажется, что эти утверждения связаны именно с какой-то, может быть, с какими-то устаревшими данными. И, ну, если бы человек немножечко интересовался косметической химией, ну, вот о чем мы тут все толкуем, да, уже не первый месяц, наверное, он бы, может быть, изменил свое мнение. Вот, мне пока не удавалось встретить очно такого врача, только вот как бы, да, через кого-то. Вот, но интересно, интересно, почему люди так считают. И я думаю, что, говорю, это просто, ну, от того, что они работают в какой-то своей области, в ней они хорошо разбираются, да, в косметикой. Да, и хотел сказать еще, что у нас же в косметику все технологии изначально приходят из фармы, потому что именно в фарму вкладывают свои деньги, в развитие, да, в какие-то новые разработки. И когда уже, соответственно, эта технология отработана для лекарств, она уже потихоньку начинает проникать в косметическую индустрию. И все, что мы сейчас видим, чему мы благодарны, это все из фармы. Следующее интересное утверждение, которое я часто слышу от косметологов, что только профессиональная косметика может добиваться результатов на коже, а вот всякая там корейская, дешевая, какая-то масс-маркет, она не рабочая. Вот, и все такие, ну, наверное, это связано с тем, что косметологу нужно продать свои банки. Ну, отчасти это так, но многие действительно так считают, что только в профессиональной косметике есть рабочие активы, а в дешевой косметике активы быть не может. Но мы же не говорим о том, что всегда дешевая банка, конечно, она не может быть липосомированным ретинолом в большой концентрации, да, или там с каким-нибудь современным активом. Но если мы встречаем, например, пилинги с гликолевой кислотой, там с комплексом кислот за 3 копейки, да, там не цинамид, какая-то моносыворотка, то это же не означает, что этот актив в данной сыворотке не работает. Просто, ну, там нет каких-то супербольших сбалансированных активов, может быть, система доставки не такая какая-то супер продуманная. Но, тем не менее, сейчас идет такая тенденция, что и проф, и масс-маркет все это сливается в одно, да, может быть, даже есть какой-то уже для этого термин. Понятно, что у профессиональной косметики чаще выше процента содержания активов, там чаще составы более продуманные, да, они сбалансированы таким образом, чтобы избежать каких-то последствий, да, то есть, например, когда в ретинол кладут специальные компоненты, которые препятствуют возникновению ретинолеводерматита. Но в то же время сейчас и ингредиенты, и технологии все потихоньку удешевляются, да, то есть это как с телефонами происходит. Каждый год все у нас больше память, да, больше камера лучше работает, то есть все время идет какое-то развитие. Так же и в косметике, поэтому мы сейчас можем на маркетплейсах видеть достойные активы, да. Но опять же, конечно, нельзя прям полностью сказать за всю косметику, да, где-то есть действительно рабочая и дешевая, где-то, как вот в случае там с липосомированным ретинолом и высокой концентрации вряд ли вы найдете в дешевой косметике. Однако сказать, что совсем дешевая косметика не работает, конечно же, нельзя. Все это нужно сравнивать как бы предметно, да, то есть на примерах каких-то. И мы плавно из этого же мифа переходим к мифу, что корейская косметика не работает для европейского лица, а работает только для азиатского. Ну, этот миф не нов, да, он уже давно существует, и слышу я его тоже довольно часто. Но опять же, давайте мы будем говорить не маркетинговыми терминами, а составами рассуждать. То есть возьмем составы корейской, да, банки и какой-то другой. И мы увидим, что, в общем-то, все ингредиенты там те же самые молекулы. У нас что в Корее одна, да, одной конфигурации, то она у нас и в другой стране будет такой же конфигурации. Поэтому, что там салициловая кислота, что здесь салициловая кислота, одинаково. Вот. Единственное, что, да, корейская косметика заточена на отбеливание кожи. Это связано с культом в Азии, да, к белой фарфоровой коже. Это не секрет. И поэтому, когда вы покупаете какой-то крем, смотрите, чтобы в нем, если вы не хотите, да, эффект отбеливания, смотрите, чтобы его там не было. Потому что, скорее всего, они всегда это по умолчанию туда кладут. Но опять же, многие корейские бренды работают на российский рынок. И учит, то есть у них есть там какая-то линейка, например, для корейского рынка. Есть какая-то линейка чисто для, например, Европы, да, и какая-то там еще для какой-то страны. Поэтому все, они уже давно все это научились подстраивать. Еще один момент, что у них, да, тип старения может быть ближе к мускульному, да, у нас больше деформационно-мелкоморщинистый. Но все равно молекулы, как я уже сказала, что там в Корее, да, одна и та же, что и здесь. Поэтому салициловая кислота, ну, как пример, одинаковая. Вот, поэтому просто она на той коже будет, например, если кожа более какая-то там плотная, толстая, то ей будет просто сложнее на корейской коже, да, проникать глубже, а нам наоборот легче. Но вообще это все индивидуально. То есть у всех кожа разная абсолютно в том плане, что есть разные генетические предрасположенности, разный уровень выделения кожного сала. В общем, ну, сказать, что вот есть какая-то конкретная, какое-то конкретное различие. Ну, вот, понятно, что азиаты, они стареют, наверное, не так заметно, да. То есть я жила во Вьетнаме долго, и многие, да, женщины там за 50, они многие выглядят на 30. Есть такой момент, вот, у них нет вот этого мелкоморщинистого типа. Но, тем не менее, косметика, которая продавалась для вьетнамок, я не видела, чтобы она как-то, ну, сильно отличалась там от того, что продается для европейцев. Все то же самое. Тоже увлажнение, те же, ну, те же кислоты, в общем, все то же самое. Никаких особых компонентов каких-то, которые вот кроме отбеливания, да, не знаю. То есть мне кажется, это вот абсолютный какой-то действительно миф, который связан с тем, чтобы, ну, неподготовленного пользователя, клиента как-то вот, ну, подвести, может быть, да, к какой-то своей профессиональной марке. Но я думаю, что сейчас уже вряд ли кто-то на это ведется, но какие-то адепты, наверное, до сих пор есть. Следующий миф и страшилка одновременно. Я думала, что все уже это пережили, уже как-то забыли, потому что, ну, наблюдаю в России такой уже взлет, больше направленный на доказательность, на научность, на какие-то профессиональные активы, да. Но, так как я живу в Казахстане, то я с интересом наблюдаю за развитием косметического рынка местного. И вот год я наблюдаю, наблюдала, что здесь идет тоже такой, как бы, тренд на научность, на доказательность. Но, да, и вот какая-то зеленая тема, там, экология, вот это все было совершенно не развито. Ну, то есть какие-то точечные отдельные там магазинчики есть, но такого повального увлечения натуральной косметикой я вообще не замечала. И коллеги, да, по индустрии, которые, с которыми я общаюсь здесь, они тоже отмечают, что вот никому особо натуральное не нужно. Но, если это не нужно, то, скорее всего, просто сюда это еще не дошло. Я вот не знаю, может быть, это сюда приходило, не прижилось, но тоже такого я не слышала, что как-то пыталась эта тема, значит, сейчас вы поймете, к чему я веду. Я так издалека, короче, начала. Вот, эта зеленая тема, как по мне, так немножечко начинает здесь прорастать, вот, хотя пока еще так тоже. Я недавно писала вот в своем телеграм-канале, что смотрела местные алматинские бренды из аптеки и нашла один бренд интересный, который меня привлек изначально своей какой-то красивой баночкой. То есть такой ассортимент, там стильный дизайн, вот, такие крышечки, значит, деревянные. Но, когда я подписалась на, значит, инстаграм, стала следить за ними, вот, там, конечно, много было вопросов каких-то по составам, но, когда я поняла, как они продвигаются, я была в шоке, потому что, ну, я такого, честно говоря, уже несколько лет не наблюдаю в России, чтобы кто-то спугал людей тем, что косметика вызывает рак. Вот, честно. Да, мы слышим какие-то отдельные по миру, да, вот, заявления, там, с бензилпероксидом, ну, то есть какие-то вот скандалы, да, то есть какие-то лаборатории, что-то там исследуют у себя, не всегда это адекватные условия, да, то есть всяко-разно бывает, какие-то скандалы, то есть они возникают периодически. Вот, но в данном случае бренд пугал парабенами опять, да, значит, актокрыленом и чем-то еще, ну, и, конечно же, конечно же, после того, как он все это, значит, выдал, что вот это все страшные компоненты, а у нас в косметике этого нету. То есть она прям вот четенько так, эта марка заявляет, что вот такое было, вот эти соли алюминия, да, вот, с которыми связана вот эта вся парабеновская история многолетняя, вот. Вот, я такое слышала последний раз от краснополянской косметики лет пять назад, вот, но потом как-то все это, в общем, слава богу, сместилось в сторону, наоборот, продвижения их собственных ингредиентов, их линеек, да, и уже они как бы вот перестали вот людей пугать и плавно перешли к тому, что как бы надо созидать, да, и, собственно, это вот прям здорово, что у них это получилось, вот. Вот, но у них есть для этого, да, соответственно, ресурсы, которыми они пользуются, то есть там ферма, свои какие-то экстракты, да, собственно, выращенные там букачолы и так далее. Но когда у тебя есть просто бренд косметики и ты ингредиенты покупаешь, да, у тебя, ну, из маркетинговых, так скажем, инструментов, ну, что есть? Ну, мало что есть, да, то есть, кроме того, что натуральные, нужно как-то вот продаваться. Соответственно, вот пошли опять этим путем страшилок, давно уже развенчали все эти страшилки про паровены, я проводила в своем телеграм-канале опрос вообще, что вы думаете насчет того, люди вообще как-то ведутся на это или уже все, как бы все уже все поняли, что безопасно, можно пользоваться. Ну, в общем, отмечает большинство тех, кто участвовал в опросе, что люди меньше уже стали, да, бояться всяких ингредиентов и, ну, вообще-то, если так вот посудить, у нас есть таможенный регламент таможенного союза, где полторы тысячи, если я не ошибаюсь, если не больше, запрещенных компонентов. Вот они опасны, вот их нельзя использовать, и то там как бы есть, ну, какие-то могут быть вопросики, но парабенов там нет. То есть это хорошо изученные компоненты, да, которые, наоборот, чем изученней ингредиент, тем он безопаснее, да, чем вот новомодные вот эти зеленые консерванты, которые появляются. И я бы больше боялась микробиологии, которая возникнет на слабом консерванте, не изученном, чем на косметике на парабенах. Вот это мое мнение, поэтому, в общем, у меня там задергался глаз, конечно, от этого продвижения, но я, что я вот переживаю, да, что Россия вроде как уже пережила, или потихонечку, да, вот этот вот кризис страшилок спадает, и натуральные бренды, да, они начинают как-то продвигаться по-другому так, как и надо продвигаться, то есть через созидание, да, вот смотрите, мы вырастили там сами Бакучо, мы его сами произвели, вот какие мы крутые, да, вот это правильный маркетинг. А когда мы говорим вот эти ингредиенты вот у этих, у этих брендов, это страшно, это вызывает рак, и, значит, да, причем это не вызывает. Надо еще уточнить, что все исследования, которые что-то там где-то вызывали, они вызывали это у мышей или у крыс в огромных дозировках, превышающих норму, да, и, ну, как бы крысы это не люди, то есть есть какая-то потенциальная опасность, это еще не означает, что у людей, ну, конечно, если ты будешь использовать это в огромных дозировках, то риск, наверное, ну, повышается, вот, но все вот эти парабены, которыми консервируют банки, да, ну, вы эти же соединения парабенов можете и вдыхать, и получать вместе с пищей, да, то есть в гораздо больших дозировках, чем они у вас присутствуют в космосе. Следующий интересный миф, который еще является правдой, да, отчасти, но интересная ситуация, вот сейчас я вам про Казахстан расскажу, начинает меняться, и надеюсь, что скоро и везде будет одна цена. Так вот, часто говорят, что у косметологов в кабинете дороже косметика, чем у, ну, на маркетплейсах, там где-то еще, вот, но в основном, конечно, с маркетплейсами связывают, и часто вот я прям вот от косметологов слышу вот эту боль, что они не могут продавать свои, вот, да, свою профессиональную косметику, хотя она, в общем-то, показана, да, она не, ну, не является чем-то вот, ну, то есть есть сейчас разные косметологи, понятно, что все зависит как бы от человека, да, но есть же люди, которые любят свою профессию, да, не навязывают, и если, ну, тебе советуют какую-то классную там сыворотку или тот же ретинол, да, то почему бы и нет? Вопрос как бы в цене, да, может ли себе позволить такую марку или нет? И вот косметологи прям воют от того, что вот, значит, мы тут покупаем какой-то бренд, да, а этот же бренд продается на маркетплейсе намного дешевле, и, в общем, клиент получает рекомендацию, да, но то же самое, в принципе, и с магазинами возникает, что клиент получает консультацию, да, то есть косметолог дает профессиональную консультацию, к нему приходят только за какими-то манипуляциями, да, которые нельзя сделать дома, вот, а продавцы косметики тоже вот в оффлайне, да, страдают от этого, что маркетплейсы взяли и забрали все, значит, на себя. Но я вот в Казахстане наблюдаю такую интересную, значит, тенденцию, что вот недавно я захотела купить неацинамид от одной фирмы и пошла в магазин, который тут недалеко от дома, в общем, магазин хороший, проверенный, вот, я не знала, сколько будет стоить, и я, значит, зашла, спросила, посмотрела на маркетплейсе, и мне еще сделали скидку 10%, оказалось, что у них даже дешевле, чем у официального представителя, который торгует на Каспе, вот, я так думаю, ничего себе, как здорово, то есть я тоже за то, чтобы все были в равных условиях, да, и если ты занимаешься брендом, да, то есть ты вкладываешь в него силы и средства, то нужно ценить всех игроков рынка, если ты хочешь еще сам продавать как дистрибьютор, ну, все-таки я за то, чтобы ты не дипинговал, да, и давал одинаковую цену и на маркетплейсе, и для магазинов и косметологов, поэтому, если такая тенденция интересная, которую я здесь замечаю, да, а, и хотел еще сказать, да, так как я работала в дистрибьюторе казахстанском, настолько развито вот это вот сообщество продавцов, что если вдруг, они там просто, понимаете, у нас на Каспе идет карточка товара, и все продавцы привязаны к одной карточке, то есть не так, что у каждого продавца есть своя карточка, он ее продвигает, нет, карточка одна, а продавцов много, и вот захотел ты купить там какую-то сыворотку, и у тебя там под этой сывороткой 35 продавцов, которые могут тебе это доставить, у них у всех разная цена, вот, но в большинстве случаев, если люди действительно бизнесом занимаются, они отслеживают, конечно, эти цены, если не дай бог, вот просто я это видела, эти ситуации, когда один кто-то там на 1-2 тенге, да, снизит цену и окажется выше, чем другие продавцы, в общем, сразу начинаются звонки дистрибьютору о том, а что это такое, а почему у них дешевле, там нужно срочно принять меры, вот, и этот дистрибьютор судорожь, значит, звонит там в этот магазин или там у продавца и говорит, вы что, как бы, зачем вы снизите, снижаете цены, то есть лучше брать, конечно же, с сервисом, там, скоростью доставки, да, качеством консультации, какими-то еще там моментами, но ценовая вот эта война, честно говоря, мне кажется, замучила уже всех, вот, и если это будет меняться, то этот миф, он уйдет в небытие и, наконец-то, можно будет не боясь, да, купить банку у косметолога, которая, в общем, стоит так же, как и везде. Следующий интересный такой миф, что, скорее уже от продавцов косметики в магазинах, что нужно обязательно соблюдать трехэтапную систему, значит, умывания, тонизация и, значит, ну, увлажнение там или закрытие, что нужно обязательно использовать тоник, тонер, то есть, вот, честно, я общаюсь с клиентами и с людьми просто, да, далекими от косметики, и они все не понимают, вообще нужен этот тонер, не нужен этот тонер, то есть, ни у кого нет четкого понимания, а что вообще это за тонер такой. И я, конечно, говорю, ну, вы смотрите как бы на формулу, да, то есть, если этот тоник, например, или тонер, да, они, в общем-то, отличаться могут просто уровнем загустителя, то есть, просто консистенцию, там водичка, да, а тонер может быть, ну, более как бы загущенный, да, то есть, а по факту одно и то же. То есть, вот эти все маркетинговые уловки, да, тонеры, эмульсия, вот, на самом деле, если смотреть по составу, это может оказаться вообще одно и то же, просто мы смотрим на ингредиенты, то есть, вот, например, идет какой-то тоник, да, с салициловой кислотой, у него есть определенный актив, он будет прочищать протоки сальных желез, да, и растворять черные точки. Можно его использовать в уходе? Конечно, можно, если у вас для этого есть показания. То есть, в данном случае тоник нужен, если это просто какой-то увлажняющий тоник, там, на глицерине, не знаю, там, парочка экстрактов, ну, какие-то, может быть, еще есть увлажнители, да, аминокислоты, ну, то есть, просто базовое увлажнение. Если у вас есть сыворотка с такими же компонентами, зачем вам еще тонер, да, то есть, вы можете обойтись каким-то монопродуктом, если вашей коже этого хватает. То есть, мы опираемся от задачи, а не то, что мы там умылись, обязательно нанесли тонер, как, значит, сейчас еще про проводник вам скажу, да, я знаю, что тонер – это проводник. И, значит, сыворотка там потом, и следом еще там кремом закрыть. Вот, так вот, часто говорят продавцы, у них это маркетинговый прием, тонер – это проводник. Ну, смотрите, любой химик-технолог, когда разрабатывает свою формулу, да, он продумывает систему доставки для любого средства. То есть, если у нас есть сыворотка, там, скорее всего, ну, смотря какая она, да, то есть, если это эмульсия, там могут быть жирорастворимые активы, если это водорастворимые, там могут быть какие-то гликоли, либо спирты, ну, то есть, что-то, что разрыхляет роговой слой и протягивает вот эти водорастворимые активы внутрь. Вот, но специально, чтобы тонер использовался как проводник, ну, я не знаю, мне кажется, чушь какая-то. То есть, тонер, он может быть использован просто как дополнительное увлажнение или как дополнительное очищение, да, если он кислотный какой-то, да, как эксфолиация. Но вот, чтобы его нужно было всем и вся, и для всего, такого точно нет. Поэтому можно расслабиться, и если вы хотите собрать небольшую косметичку, да, там, не плодить 100-500 банок, то, в общем, без тонера можно спокойно обойти. Следующая очень холиварная тема. У меня вот вчера вышел рилс на эту тему, да, как у нас врачи любят лечить акне. То есть, есть такой, ну, как миф, не миф, сейчас мы поговорим, что нужно акне начинать лечить с ЖКТ. Что нужно сначала полностью, там, обследовать и ЖКТ, и гинекологию, значит, там, щитовидку, оценить, там, не знаю, сходить к психотерапевту. То есть, проанализировать все, что угодно, но только не начинать с самой кожи, да. Вот, конечно, сейчас, ну, люди вообще в индустрии делятся на два лагеря, да. Кто-то говорит, что да, ЖКТ влияет, кто-то, ну, до последнего момента вот было мнение, что доказательный подход, что кожа это все-таки отдельный орган, да, и мы начинаем. Если есть заболевание, это заболевание самой кожи, как органа, да, не отражает это что-то, какие-то проблемы, да, по ЖКТ, гинекологии, а то нас любят вот эту тему, что вот если вот у вас вот тут вот что-то, значит, воспарилось, это точно у вас проблема с гинекологией, нужно бежать лечиться. Или там еще какие-нибудь контрацептивы назначать. Но последнее время я слышу интересные такие мнения, заявления о том, что, ну, вообще-то, как бы ЖКТ, да, он связан с кожей, и, ну, если вы видите какие-то проявления там на употреблении сахара, там, или каких-то продуктов, вот прям видите четкую корреляцию, ну, это действительно может быть так, да, то есть ЖКТ может быть связан с кожей, он связан. Но все равно при лечении каких-то кожных заболеваний первым этапом, да, идет все-таки лечение самой кожи как органа, да, то есть мы смотрим на себопродукцию, мы смотрим на то, как кожа реагирует на какие-то компоненты, да, и только уже потом, когда, ну, уже вся терапия наружная была использована, да, то есть уже пролечили азелоинкой попробовали, ретиноидами попробовали, и чем только не попробовали, да, там антибактериальные какие-то тесты сдали, не знаю, там, клеща проверили, да, вот, вот только тогда уже можно приступать к каким-то там глубинным поискам, да, что когда, например, врач, вот, дерматолог может назначить ретиноиды, да, системные какие-то, ну, да, там как бы уже серьезный подход, который требует каких-то, может быть, анализов, да, то есть просто так нельзя назначить, насколько я знаю, вот, но тем не менее, вот, про то, что нужно обязательно обследоваться с ЖКТ, это, конечно, такая, ну, на данный момент, скорее, более неграмотная стратегия, чем правда. Раз мы сегодня поговорили с вами, да, о страшилках про парабены и прочие компоненты, то затронем тему про натуральную косметику. До сих пор бытует какое-то мнение странное, что натуральная косметика – это лучше и безопаснее. Но на самом деле это не так, не существует никакой супербезопасной или супернебезопасной косметики. Как говорил еще Бутлеров, у нас строение вещества определяется, свойство вещества определяется строением, а не происхождением. Поэтому вот эта вот тема про натуральную косметику, что она там безопаснее, я ее могу воспринимать только в контексте экологии, да, то есть если бренд действительно настолько заботится о не только том, что будет после того, как косметика окажется, да, в сливе, но и то, как ее получают, да, каким экологичным способом, насколько производитель сырья заботится о труде людей, которые, да, задействованы. В том, какие технологии используются, насколько они токсичны, да, вот это все. Я это еще могу понять, но, насколько я понимаю сейчас, и, ну, более ответственные производители, которые себя не заявляют как супернатурально, они тоже отслеживают все это. Вот, хотя, конечно, сейчас время такое непростое, и иногда, ну, какое-то сырье есть, и на том спасибо. Вот, но тем не менее, раньше, по крайней мере, это, эти вопросы действительно среди производителей обсуждались, и, ну, натуральная косметика, да, она делает на этом упор. Но, что касаемо того, что вот мы делаем уже, да, мы сейчас говорим про формулу, что эта формула безопасней, а вот там, не знаю, какая-то профессиональная косметика опасней, это, конечно, чушь. Просто потому, что мы говорим с вами не о том, что вот все, что из природы пришло, оно, ну, безопасней по... Ну, у нас просто люди любят верить в то, что вот природа – это натуральность, это то, что никогда не навредит, да, что это для организма понятно, и, значит, он умеет с этим работать. Но на практике получается, что и с синтетическими аналогами также можно прекрасно существовать, и организм также воспринимает это как натуральную молекулу. Вот, то есть мы определяемся, как бы, строением, да, вещества, а не происхождением. Вот, единственный момент про аллергичность, да, про вот эти вот компоненты, которые могут вызывать нежелательные реакции, они в натуральной косметике еще выше. То есть покупая, например, косметику с эфирными маслами, да, вы можете что-то себе заработать, но вы можете также проявить какую-то реакцию на любой компонент абсолютно, что в натуральной, что в ненатуральной. То есть если вы знаете какие-то уже потенциальные аллергены, вы просто читаете состав, но не отдаете предпочтение именно натуральному. Вот, ну и чаще, часто, когда я вот слышу про то, что натурально лучше, да, вспоминается мне все время канал Discovery, да, где растения, по-моему, поедают, значит, то ли каких-то насекомых или другие растения, ну, в общем, надо найти, вставить, в общем, как это растение называется. Ну, то есть с чего люди взяли, что природа вообще, она какая-то дружелюбная, да, она вообще не дружелюбная, у нас в мире животных царит вообще там, как бы, такие законы, которые нам и людям и не снились, поэтому, ну, я не знаю, в общем, откуда это взялось, вот эти вот старинные рецепты, то есть, да, и в профессиональной косметике также используются крутые экстракты, да, никто не говорит, что экстракты это что-то, ну, неправильно я мысль завела, я хотела сказать, что экстракты, они сейчас также на вес золота в любом бренде, хоть в премиум, потому что на экстрактах очень хорошо продвигать какие-то свои маркетинговые стратегии, да, как там вот у нас была экстракт, по-моему, орхидеи, да, у Герлен, которая что-то там, какие-то свои квантовые процессы в клетках запускала, ну, то есть придумать можно вообще все, что угодно, экстракт, там, не знаю, какой-нибудь редкого цветка, который рос на каком-то озере или пруду, и только в лунные какие-то там особые фазы луны собиралась эта трава или водоросли какие-то, да, там, девственноцами, и потом перерабатывалась определенным образом под музыку Моцарта, да, ну, то есть на этом можно сыграть, как бы, да, какую-то свою песню отработать маркетинговую, но, то есть экстракты, они сейчас используются везде, вот, поэтому, что касается эффективности, вот тут, как бы, сейчас натуральные бренды, они сейчас борются с тем, что есть мнение, да, что вот мы же видим, да, что рынок все-таки потихонечку пошел в сторону эффективных, да, профессиональных активов, по крайней мере, у нас в СНГ, я не знаю, там, как в другом, в других странах, может быть, там запрос несколько другой, но про то, про то, что натуральные бренды сейчас борются с убеждением, что натуральная косметика неэффективна, она не работает, да, то есть есть такой вот миф, но на самом деле просто есть бренды в натуральной косметике, которые очень строгие, да, к составам, то есть они там, не дай бог, что-то, какой-то синтетический компонент с непонятной репутацией, они его никогда не положат, кроме этого, есть регламентированные стандарты, да, типа космоса, где вообще четким по белому написано, что можно использовать, а что нельзя, то есть те вот бренды, которые такую религию, да, исповедуют, они вообще очень ограничены, кто-то выращивает там вот типа Бугучола самостоятельно, вот, но есть много разных брендов, которые себя также называют натуральными, но при этом у них там и пептиды есть, и ретинольчик есть, и много чего другого, вот, просто они говорят, ну да, как бы есть, но основа тоже у нас вода, натуральная же там, или какие-то там гидролаты, но натуральная, натуральная, ну как бы активы, ну нужны же активы, как бы, надо же как-то проблем-то с кожей решать, надо, поэтому натуральные бренды бывают разные, да, если мы говорим прям совсем про строгачей, то там, ну увлажнение и, значит, на защитный барьер, скорее всего, вы получите какие-то, да, результаты, то есть не совсем сказать, что ничего не делать нельзя, она увлажняет, она работает с защитным барьером. Можно ли использовать церамиды, вот не знаю насчет прям сильных строгих каких-то правил, но по-моему нельзя, вот, но можно использовать какие-то заменители церамидов или вещества, экстракты, которые, или масла, которые стимулируют рост, да, выработку, не рост, а выработку церамидов, поэтому какие-то там лайфхаки есть, вот, но в целом, в целом, да, мы никогда не увидим в натуральной косметике там каких-то высоких процентов содержания кислот или, да, тот же там ретинол в каких-то современных формах, то есть максимум мы там у них увидим Бакучоу. Поэтому, ну, конечно, этот миф, он отчасти имеет, да, под собой какие-то корни, но если вы молоденькая девочка там и у вас нет особых проблем с кожей, вам вот, ну, просто надо увлажниться, просто намазать, как бы, кремом лицо без каких-то ожиданий, да, просто вот, ну, поддержать свой защитный барьер, скажем так, то для вас натуральная косметика будет идеальным вариантом, главное, чтобы аллергии не вызывала, вот, и кошелек не разоряла. А так, ну, для определенных уже состояний кожи, конечно, натуральная косметика, это не предмет выбора, и смотреть в ее сторону можно, ну, например, умывалки, да, умывалки можно брать натуральные, можно брать тоники какие-то, да, вот, пожалуйста, там, шампуни можно у них, там, они сейчас на зеленых павах нормально делают, вот, ну, когда речь доходит уже до каких-то там масок для волос или каких-то антивозрастных, да, вот, вещей, ну, там уже, да, там натуральная косметика вряд ли справится, эффект будет не такой выраженный. Ну, и я хочу подчеркнуть, что все сказанное в этом видео является моими наблюдениями, да, и умозаключениями, и я где-то могу ошибаться, да, где-то могу давать не очень какую-то объективную, да, оценку, я всегда открыта к диалогу и всегда могу согласиться, если будут приведены какие-то действительно рабочие аргументы, вот, поэтому не спешите кидать тапками те, кто с чем-то не согласен, да, все можно обсудить, все можно как-то, в общем, прийти к какому-то консенсусу, в любом случае на каждую косметику найдется свой покупатель, вот, единственное, с чем я категорически против, да, это вот прям, ну, мое такое убеждение, я против запугивания, я вообще вот считаю, что мы сейчас в таком находимся периоде, что нам вообще, чем нас меньше пугают и чем нас больше успокаивают, тем лучше, вот, поэтому, когда еще добавляется ко всему вот этому информационному шуму, негативному, еще какие-то страшилки про то, что косметика там что-то нам с кожей сделает, ну, я считаю это прям вот, ну, некрасиво, вот, а так, в общем, пишите свои какие-то наблюдения, вопросики и, может, какие-то еще мифы хотите разобрать. Спасибо, что были со мной все это время и всем пока, до встречи скоро в новых видео.